Российское историческое общество и Фонд Истории Отечества при поддержке Фонда президентских грантов привели конкурс краеведов, работающих с молодежью. Прием заявок от участников конкурса, учителей школ, педагогов дополнительного образования, работников учреждений культуры, представителей общественных организаций завершился 1 августа 2020 года. Проект прошел второй год подряд. Теперь его география увеличилась более чем в 8 раз. Региональные экспертные советы были созданы в 45 субъектах нашей страны во всех восьми федеральных округах Российской Федерации. Одним из наиболее активных в Центральном федеральном округе стали краеведы из Владимирской и Тульской области. Любовь к малой родине важна для молодежи любого региона страны, но в нашем Владимирском крае отношение к родной истории особенно трепетное. Наш край стал колыбелью российской государственности. Любовь к малой родине побуждает молодежь с самых разных возрастов познавать историю своего региона, принимать активное участие в краеведческих проектах. А если солдат похоронен, но забыть-то его имя, и никто не приходит к его могиле, значит ли то, что память исчезла о нем? Ученики 7-й Владимирской школы делятся эмоциями, рассказывают о самых важных событиях в жизни участника Великой Отечественной войны у его восстановленной могилы. О судьбе военного врача Сергея Ароновича Львовича известно немного. Его заброшенную могилу ребята нашли в прошлом году здесь, на Улыбышевском кладбище. Владимирский военкомат помочь информации не смог. Ответ пришел из Санкт-Петербурга. Оказалось, полковник медслужбы участвовал в Курской битве, битве за Ленинград, спасал раненых на Первом Белорусском фронте. Такой интерес молодежи краеведению объяснили. Когда ты обладаешь этой информацией, ты уже обладаешь вот этим миром неким, потому что к тебе тянутся уже за советом, помочь там в изучении, рассказать о том-то. Ты приглашаешься на различные мероприятия патриотического культурного действия. Тебя ценят самое главное. Вот. И здесь я говорю молодежи, смелее приходите в архивы. Смелее открывайте учебники истории. Потому что история, она очень интересная. Она просто захватывающая. И это станет вам только большим плюсом и гордостью. И вы станете выше уровнем не только своих знаний. Вот. Вы станете настоящим человеком. Увлечение историей родного края всегда дарит радость от познания богатого прошлого своего региона. Макет будущей книги, которую я назвала «Я. Война. Моя семья», которую я закончила буквально несколько недель назад. В ней 144 записи детей и самих участников военных событий. На конкурс поступило большое число достойных заявок. Пожалуй, больше всего участников привлекли устные обращения членов регионального отделения РИО к краеведам, учителям, педагогам, работникам культуры, музеев, библиотек с предложением участвовать в конкурсе краеведов. Мы неоднократно разъясняли условия конкурса, беседовали с теми, кто проводил большую работу с молодежью, помогали им заполнить заявки. Еще один регион, в котором экспертный совет собрал большое количество заявок – Тульская область. Самыми активными у нас оказались сотрудники библиотек. Поэтому сегодня мы снимаем именно здесь. И я хочу сказать, что представленные материалы были разнообразны. Это были и школьные музеи, и конкретные проекты. Что было отравлено? Это была системная работа на протяжении многих лет, что, собственно, являлось одним из условных корпусов. По итогам первого регионального этапа были определены финалисты, которые получили приглашение принять участие во Всероссийском фестивале «История малой Родины. История Отечества». В ходе этого этапа прошла презентация работ перед федеральным жюри и распределение первых, вторых и третьих мест между краеведами в рамках каждого региона.